Так, если Антон зачернил вот этот вопрос, значит, на него надо отвечать, видимо, я так понимаю. Вот, а раньше, наверное, только поздравить их. Здоровка себе. Так, я отвечу, как у нас на Украине. Здоровенькие булы, друзья. Сейчас у нас получится уже, может, диалог. Валерий Константинович, если два абрикоса растут совсем рядом, и скотчки оба, как бы два ствола оставить один, или пусть оба растут рядом? Да. Значит, вот так-так-так. Ну, если бы я знал, допустим, как, если между ними спичный коробок пролезет, да, вот, получается, один откопать, это значит, искалечить корни другого. Надо тогда или аккуратно оба выкопать и рассоединить. Допустим, между ними расстояние 20 сантиметров, 30. Ну, надо один аккуратненько, стараясь не нарушить, второй отсадить. Вот. Ну, без фотографий трудно. Если между ними метр, если уж совсем тугость земля, пусть оба рядом и растут. Вот так вот, примерно. Такая, это. Так. Теперь. Тут, наверное, переписка идет. Я перепиской никогда не вмешиваюсь, типа, это, нельзя. Так. В свое время купила три книги «Северный сад», одну из себя, другие для сына с невесткой, подруг как подарок. Также заказала и оплатила запиской 5 жидкости. Молодец. Спасибо, Ева. Вот. Побольше бы таких. Так. Вот это вот кто-то присылал фотографию. Лариса Латыш. Прививаю груши на груши. Но боярышник не всегда кустарник. У нас вся улица в деревне боярышник. Ягодки. С ноготь высылаю фото. Да, я такие, я тоже нашел в интернете. Если помните, когда я говорил, что грушу, что боярышник делают как? Отрезать. Он, по идее, это все-таки кустарник. Вот. По крайней мере, в Сибири. У нас же как? Но мы должны еще исходить из следующего. Вот. Помните, как я говорил? Чем выше в горы лезут, тем меньше деревьев. Даже абрикос. Могучий абрикос, который достигает гигантской. Гигантской. Его даже невозможно себе представить там. Внизу там не обхватишь. Двоем надо обхватывать. Раз. А вверху, это где-то на высоте там 20 метров ветки. Вот. А он же, он же, не какой-то другой. Он же. Чем выше в горы, он меньше, меньше, меньше. Там почва беднее. Там скалы, там почва только трещина. И вот он уже кустарник. Или если берем там за Байкалье, да. Он на столько дикие места, на столько там каждый год за 50. И он опять кустарник. Почему? Кустарник и под снегом может спрятаться. У кустарника отмерзает, у дерева отмерзает ветки. И за много тысяч поколений он превращается в кустарник. Или в горах, чем выше, тем мельче. Или на равнении, но чем севернее, чем морознее, тем он опять меньше. Так и тут получается. Вот ваш боярышник дерево, его там уже помогли стать деревом. Вот то, что мы видим на фотографии, да, справа. Вот. А у нас в Сибири такого не бывает. Во-первых, его никто специально не растит. Еще чего, вон он, тайге полно. Так. И тут уже куст. А куст образуется, вот жалко, мне сейчас трудно, почти невозможно найти, фотографию моих шелковиц, которые превратились в шары. У шелковицы очень, допустим, тонкие кончики веток. Каждый год отмерзает. Даже когда плоды есть. То есть, это означает, что морозостойкость хорошая. Но самые кончики, они как волоски, отмерзают. И получается, дерево формирует сам себя, шар. Вот. И получается, что вот сейчас на вашей фотографии возвращаемся. Вроде бы дерево, вроде бы боярышник. Вот когда бы мне не просто показали, ага, видите, оно может быть деревом. Может, южнее может. А вы покажите, что на это дерево боярышник привито дерево груша. И вы сами пишите, груша на грушу. А я ищу, когда на груша, груша на боярышнике. Советуют-то хорошо. Продавать саженцы хорошо. Как на двухметровой эти степной вишне или песчаную привая табрикосы. И ни одного найти не могу. Вот так, как мог, ответил. Приобрел книгу «Сибирский сад». Показал своим друзьям, они заинтересовались. Книга превосходная, не только для профессионалов. Да, она для всех. Спасибо вам за эти слова. Вот. Мне интересно, да? Ее прочли, ну, может быть, человек стоили там. Ее же почти не берут. Вот. То деньги вкладывал, то приобрел. Ну, бездание книги. Ну, и так немножечко. В неделю один-два. Когда удача не делит, две книги продам. Вот. Ну, получается, что на миллионы садоводов мало. Но ни одного плохого отзыва. Хоть бы один сказал, скучное. Хоть бы один сказал. Ну, просто скучное, мол, не для нас. Начинающий сказал, банат для профессионала. Профессионал сказал, банат для новичков. Я вам сейчас скажу такую вещь. Это же не зря же эта книга. А там же собраны, как бы, советы для всех. Вот. У меня, получается, был такой интересный разговор. Вот. А советы мои настолько простые. Вот ничего не делать в саду. Прекрасный совет. Да? Помните эти с лопатами бедолаги? Прекрасный совет. Ну, почти ничего. Особенно в взрослом саду. И вот. И, получается, все сведено до самых простейших этих. Прям. Не мешать расти дерево, не подходить, не калечить. Раз не калечить, значит, их и лечить не надо. И никто на них не набрасывается, оказывается. Сколько я показывал, к примеру. И мне человек говорит, только это ж настолько вот эта фраза въелась, как она когда-то тоже станет как частью нового садоводства. Ну, как примеры. Вот когда человек искренне говорит, да вы ж ничего нового-то не открыли. Оно ж так и должно быть. Это ж дураку понятно. Вы представляете, как он сказал? Ничего нового. Оно ж так и должно быть. Это ж дураку понятно. Это дураку, получается, понятно. А почему тысячам авторов этих всех непонятно? Если дураку понятно. Мне вот эта вот фраза, она меня поразила. Если дураку понятно. А что там сложного действительно-то? Дерево садится на голом месте. Допустим, семена идут плохо. Я имею в виду, помните, я же пример привел, вот эту фотографию. Извините, я уж поподробнее чуть-чуть. Вот они садятся на голом месте. У нас дают участки, да, дают там. У нас есть места красивейшие, там лес, перелески, там это, там можно вырасти, черта. Хакасия, она богатейшая. Нет, вот надо в степи дать голой, да. Спрятать можно только за забор и за дом. Все. А так голая степь. И вот, представляете, посеялись семена. Они не хотят сходить, они знают, что это не их место. Они знают, что там после тонким слоем идет гравий чистый. У нас же гравий-то никто, ее добывать не надо. В любом месте копнул, вот он, гравий. Бывшее дно моря, 100 миллионов лет якобы. И вот, значит, а что интересно, не хотят расти семена. Обманываем. То есть садим не осенью, а обстотификация. Сходят, растут. Саженец из этих же семян берешь. Вырастил годовалый, двухгодовалый. Не дай бог трехгодовалый. Ну, одно-двух. Садишь, растет. Там, где не положено расти. Потому что уже первый толчок, вот это вот, то есть на раскрытие семечка, он уже получен в более удобных условиях. Мы обманули природу. Обманули. Вот об этом-то и книга получается. А потом дерево, которое посажено однолетним, или все-таки пророщенное семя. Какие-то условия, где-то забор. Я знаю один человек, кто-то вообще говорил, не знаю, сделал или нет. Я щит поставлю перед каждым. Ну, то есть не полениться. Представь себе щит там, допустим, два на два. Где-то градусы защищают. Где-то этот щит. А за щитом уютно. Правильно. А он же будет отбивать его солнечные лучи. Ведь это идея хорошая. Только тут это прекрасно. Я за. Но только она трудоемкая и затратная. А так-то щиты с севера или там северо-запада. И все. Вот тебе и микроклимат готовый. А потом дерево с помощью корней начинает перестраивать систему. Сбегаются черви. Они обязательно есть, но их мало. У них появляется пища. Листья. Ведь вы же, если защитили от ветра, чтобы листья не раздувало ураганными ветрами. А как я показывал фотографии, помните, там листья лежат прямо на этом, на дерне. Вот лежат и лежат, и никуда не деваются. А эти же не просто черви. У них появилась еда. Не вот эта жиденькая трава в этой голой степи. Жиденькая. Я вам не готовил эти фотографии, вы бы пришли в ужас. Нет. И вдруг выясняется, что, если вы еще немножко помогли, там чуть-чуть завезли с земли, для чего? Ну, чтобы не ковыряться в этой самой, как у нас там ковыряются, прямо в гравии. У меня приемный сын, вот, Слава, он участок возле города, Летник называется. Я ему помогал. Привожу ему саженцы, а он долбит этот гравий. Ну, там только песок и камни вот эти. Ну, чисто только годится на это, на бетонирование. И он долбит эти ямки. Долбит, долбит, долбит. Вот такую землю давали. Ну, что делать? А потом самое приятное начинается. Вот. Дерево начинает само перестраивать все. Проходит немного времени, и там, где мне приходилось копать, а там чистейшие, уже как его называют, такой, знаешь, гранулированные, или гнойм нельзя назвать, черноземом нельзя назвать, ну, гранулированные такое это. Вот. Само. И дерево разрастается, под ним все больше жителей. Они помогают дереву, дерево помогает им. И если только не придет человек с лопатой, с тяпкой, с секатором, с пилой, а потом, в конце концов, с топором. Вот. Видите, какой у меня, как с трибуны насыщенный. Это, ладно, поняли меня. Так. А хотел сегодня спокойненько поговорить. Не, меня уже не переделать. Вот. Пошел к врачам полностью, все анализы сдал, все, всех врачей прошел, все эти, все, все, что можно. И ничего не нашли, говорит, здоровый. Только, это, в очередях все нервы вымотал. Вот отсюда такая взвинченность. Ничего не нашли. Сахар, шесть. Так что будем воевать дальше, друзья. Помогайте только, распространяйте. Так, добрый вечер. Благодаря урокам книг. Ну, что, сговорили, что ли? То мне уже стыдно. Это не заслонные казачки. Это Татьяна Картавцева, мне хорошо знакома. Так, а что это у вас тут саженцем? У меня есть... Татьяна Картавцева? Это что у вас, вы сюда? Это, это что такое? Ролик, что ли? Так, друзья, не будем тогда останавливаться. Антон Валерьевич, если это ролик, пришлите мне потом отдельно. Если надо, будем Татьяну раскручивать. Это мое любимое занятие. Вот. Сегодня позвонил мне этот... Господи... В общем, у него теперь собственный питомник. Он отделился от НПО. Вот фамилия... Сейчас вспомним. Вот. Это тот самый, который испытывал 10 лет назад мои... 8 лет назад мои черенки, которые я выслал в НПО Селябинск. Две с лишним тысячи штук. Вот. И выявил несколько, как он сказал, уникальнейших... Уже клонов моих, абрикосовых. С невероятной морозостойкостью, невероятной выражаемой, невероятным вкусом. Сегодня звонит. А я когда-то похвастался, что он мне звонил. Вот. Сейчас помню фамилию. Вот. И говорит, извините, но я так занят, у нас сейчас зимние прививки. Но я помню свое обещание. Я вам обязательно... Фотографии-то делал не я. Делал фотограф НПО. Я постараюсь его найти. Как-то эти фотографии это... Вот. Я говорю, ну пожалуйста, какой-то текст нужен. Чтобы видно было, что это правда. Вот. Я говорю, ну это... Я буду так благодарен. Ну, обещал. Фамилию сейчас помню. Андреев зовут. Так. Посмотрим. Это я к тому говорю, что как можно больше надо вот таких результатов. Так. Какой срок сертификации ваших костик черешней бодрых? Опять спрашивает. Не знаю. Ни разу ни одной не садил. Вот. Надо ориентироваться на... У меня, видите как... Я сейчас... Ну вот не могу я сказать. Не знаю и дальше пошел. Стыдно. Дело в чем. Вот. Косточки... У меня есть и семечки, да? Есть более южные. Так. И они, получается, меньше спят на своей исторической родине. Я догадываюсь, что им на сертификацию нужно меньше времени. Ну, проще говоря, зима короче. Она может быть даже и не зима. Вот. Значит... Может быть даже и не зима. А вот есть прекрасные, но более скромные сорта. Они более северные. Вспомните же эти манджурцы, уссурейки и прочее. Вот. Да? Там, конечно, надо побольше. Меня смущают вот эти цифры предельные. Когда часто черешни, вишни, сливы, даже абрикосы. И вот когда заходишь в интернет, вроде бы солидные источники называют цифру. Почему-то в днях. Не в месяцах, а в днях. А когда переводишь в месяца, получается, ого-го, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев. То есть уже получается, я должен был начать сертификацию сразу, что-то никогда собрал. Вот. А я на самом деле, 3 максимум, 2 максимум, 3. Вот у персиков до сих пор толком не разобрался. То 100% сходит, то ни одной. И так у меня было. Ну, для меня культура же все равно новая. Я всегда считаю, что персик это баловство. Вот. А, ну, для Сибири не серьезно. И вот, значит, а холодильник у меня, а храню-то я на продажу, холодильники. Я их в это, в январе закладывал просто, брал поддон, насыпал песку сырого, закапывал там костики. Мать не знаю, в марте смотрю, не все. В марте проклялся начинают. Некоторые в феврале. Некоторые в апреле, некоторые в мае, некоторые вообще не проснулись. Вот. Это разброс, он природный. Никуда от этого не деться. Но это касается, хоть я что-то понимаю в абрикосах, я редко подвожу кого-то. То есть высылаю, он пока в пути шел, они уже начали лопаться. Остается только посадить в одном случае, или хотя бы в горшок, если на улице еще холодно. Вот так. Ну, что касается черешин, что касается, вот не могу сказать. Но у меня все укладывается в 2-3 месяца. Я знаю почему. Провокационно, это когда холодильник у меня теплее. Там же ни ноль, ни плюс два. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. Нагнал туда тепло. И сырость тоже. Вы видели? Чуть сырее сгнили. Чуть суше не взошли. Ну, в опытном путем подобрал сырость. Так. Туманов Андреев. Это кто-то мне, Ева, подсказал отчество Туманова Андрея Владимировича. Он мне, кстати, книгу присылал, да, пока дружили. Вот. Потом я, видимо, перешел некую границу. Какую границу я перешел? Ну, то есть, все, что я начал преподносить, настолько не вязалось с реанимационным садоводством, что меня просто перестали печатать. Вот и все. Вот. Ну, а Туманове осталось хорошее впечатление. Настоящий садовод. Так. И за книгу ему еще раз спасибо, если кто-то передаст от меня. Так. Вопрос Антона уже. В Деле нет каталога? Потому что нету. У меня получилось так, что, как сказать, все начинается с осени. Когда дошло время. К Сергею приезжают покупатели. Вот. Надо угостить. Урожай был слабенький. А у меня жердели одной. Ладно, там манчжурцев полно. У меня жердели это одно единственное дерево. И слабый урожай. И когда пришла пора продавать. А я интересно, что. У Сергея это тоже. Ну, вы вопрос такой задали. Я чуть шире. У него несколько сотен жерделей однолетних, двухлетних саженцев. Их никто не покупает. И это при том, что плоды у него съедобные настолько, что однажды, я раза три приводил пример. Пусть это был где-то примерно 2012 год. Давненько. Когда первый большой был урожай, лежали ковром, угощал королевскими. Люди проходили мимо, попробовали, сказали вкуснее. А ко мне приехало две машины, по пять человек. Гостяк тот авторитет был. Это я как, повторяю, уже как ментафон запомнил. Короче, 13 человек было. Я 13. 12 сказал, что жердели плоды мелкие вот эти вот, желтые. Что они вкуснее, чем у королевского. Кислинку им подавай. Все 12. Один я сказал, королевские вкуснее. Вот. Мне обидно было. А потом, господи, давайте. Это жердель приветы на Маньчжурсе, если он напитался этими генами. Да это же не только для Средней России, это для Сибири уже годится. Даже в качестве по двое. А у Сергея их сотни, а никто не покупает. Так, спасибо. Так, или Антон Валерьевич, или это самое верхнее и все на этом. Тогда мы сегодня 2 часа 12 минут. Мы сегодня закончим. Вот. Планы у меня немножко другие. То есть, как другие. Наоборот. Мы закончим эти полезные советы. Потом немножко у меня... Как анекдот хотите? Кто еще не спит? Это сейчас... Поймете мое состояние. Приходит на свидание к замужей женщине молодой человек. Ну, как в анекдотах всегда бывает. Стук в дверь. Отскакивает. Спрятаться негде. Он ускакивает на балкон. Тоже его видно. Он перегибается через перила балкона, чтобы хотя бы там повисеть. Ну, и обрывается и летит. Дом высокий. 15 этаж. Вот. Летит, приговаривает. Господи, зачем мне надо? Я молодой, красивый. Вот. Чтобы я еще... Да я бы в жизни. Да на кой черт прощаться с жизнью? Нет. И за какое-то свидание. Да уже... Бах. И упал в сугроб. Встал, отряхнулся. Посмотрел наверх. Прикинул. Говорит. Не больше трех секунд. Летело. Сколько дурацких мыслей в голову пришло. Вот так. А у меня мыслей, может, дурацких нет. Но они расползаются. Что дальше? О чем мы будем говорить? Ну, кто-то мне пришлет какие-то вопросы. Вот. Но вопросы всегда такие, что... Вот попробуйте это объяснить человеку. Например. Почему Анастасиевцы против прививок? Вот. Сложные вопросы. Потому что все это столько намешано. А, например. Есть у меня штук сто фотографий. Которые... Это же самые вот как-то из книг, да? И их надо бы тоже все проработать. Потому что все гораздо хуже, чем даже мы знаем. Вот. Но опять мы вернемся к тому, что делать нельзя в судах. И вроде бы надо. Потому что когда-то все-таки кто-то из ваших, вы и ваших детей, придет к власти. Ведь кто-то выгонит всех этих, которые учат убивать деревья. Когда-то такое должно случиться. Ради этого, ну... Еще несколько вебинаров хочу провести. Так, чтобы уже не осталось этих. Ну, вы представляете, я показывал в одном вебинаре. Вот сейчас, закончу через минуту. Ну, поймите правильно. Это дебильные. Три вопроса надо угадать. Семечка, чтобы взошло, надо, чтобы была влага. Второе, надо, чтобы не было влаги. Это... Школы дебилизуются. Дебильность становится все страшнее. Вместо того, чтобы сказать, что когда много влаги сгниет, правильно отвечать. А когда мало влаги, не хватит сил, чтобы разорвать эту... Представляете, какие у манжурского ореха страшные кувалды надо разбивать. Представляете, какая корлупа у персиков почему всходит. У абрикосов многих. Сколько надо влаги, чтобы она... Она же не... Когда всходит, это не значит, что размягчается. Скорлупа. Страшная сила, типа взрыва гранаты, лимонки изнутри. Разрывает ее. Страшная сила. Ведь не зря же потом эти в нескольких сантиметрах кругом эти же самые лежат. Это не мы же их оттащили. Все целенько. Росток целенький. В нескольких сантиметрах в стороне лежат две половинки. Разорвало, разорвало. Страшная сила. И вот эта страшная сила и жизнестойкая. Ее надо сохранить на все остальное, всю жизнь. Чтобы был... До сих пор, оказывается, еще спорят. Есть ли это? Да нет, оказывается, никакой корневой шейки-то. Это мне опять еще раз говорю. Я первый придумал, что не просто есть. И не просто... Она гниет. Она самое надежное место. Дерево. Потому что она единственное находится на границе сред. Вот. И та самая коррозия металлов. Я металлург переношу на коррозию древесины. Мертвая древесина. Два-три года. Где переламывается? Кол воткнутый. Значит, корневая шейка есть. И она самая надежная. Но оставьте ее место, где она должна быть. Пометьте. Ведь 21 век. И опять нигде. Хоть бы... Хоть бы один про это пятнышко бы упомянул-то. Ведь в этой самой... Я умудрился... Там же, видели, я сфотографировал обложку книги. Знаете, что мне написано? Мне написано, что надо садить по корневую шейку, а пометить ее пятнышко этим же. Маленькое пятнышко. Не догадались ни в 19 веке, ни в 21. Ну что, будем продолжать. Ну, сегодня у меня такой день. После того, когда меня отменили все эти приговоры. Вот. Ноги отпиливать никто не собирается, как к моему отцу. Все. Отсюда извините за мое вот такое состояние. Вот. Завтра я попрошу Антона Валерьевич, прислите мне ссылку. Завтра посмотрю, что я наговорил. Я уже все... К утру все забуду. У меня памяти нет. Так. Спасибо, друзья, кто досмотрел до конца. В следующую субботу. Надеюсь, все будет так же. Ой. Может, поспокойнее, извиняюсь. Ладно. До свидания. Вот. Пойду Тимошке помогать. Учить. Дырку зашивать на штанах. Вот. Почему-то у него руки заболели. Или хитрец. До свидания, друзья. А, и эту, загляните еще, где там это самое, как это, где там надо нажать, чтобы посмотреть, что у меня из семян осталось. У меня была уникальная вещь, называется ассорти крупноплодных априкосов. Знаете, урожайчик-то был не тот, а с некоторых деревьев их было, ну как ведро соберешь, когда их 50 косточек. А с другого 70, а с третьего 3, а с четвертого 8, а с пятого 200. Я говорю, ребята, помощницам, собирайте все подряд. Назвал ассорти. А там же клоны. У меня деревьев-то гораздо больше, чем вот перечислено сортов-то в этом. И вот они на ассорти. Ассорти номер один кончились. Все. Попросите, я пришел в свежий каталог, увидите. Ассорти номер два еще есть. Ассорти номер два еще, ассорти номер один, знаете, как могут поделиться? Ассорти номер два могут быть крупнее, чем ассорти номер один. И наоборот. Все же так поперемешалось. Чуть не сказал, поперетрахались. Я этого и не говорил, вы не слышали. Но это под настроение. До свидания. Нажмите на верхний угол, право. Продолжение следует...